МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. На страже прав и свобод. Войска Национального телевидения отмечают профессиональный праздник. Белая ромашка. В Чувашии проходит месячник борьбы с туберкулезом. Эсмеральда и Золушка на одной сцене. Чем удивит международный балетный фестиваль. В правительстве страны утвердили методику, по которой эксперты будут определять состояние городской среды. Оценивать качество благоустройства планируют каждый год по 36 показателям. Эту и другие темы обсудили на селекторном совещании с участием руководителей регионов. В рамках реализации национального проекта недостаточно только благоустраивать дворы, отметил заместитель председателя правительства. Необходимо, чтобы в городах появлялось больше спортивных площадок, парков, скверов. В приоритете и развитии транспортной инфраструктуры. Так, в республике на реализацию проекта формирования комфортной городской среды в этом году предусмотрели более 380 миллионов рублей. Ключевая задача – увеличение темпов строительства. К 2024 году новоселья должны сыграть не менее 5 миллионов семей по всей стране. Строительный комплекс за последние годы имел очень неплохие результаты. Мы с вами начали в прошлом году в более смеси 5 миллионов квадратных метров в неделе. Был период, когда было и 80 миллионов. Серьезным импульсом для развития строительной индустрии должны стать госпрограммы. На селекторном совещании также обсудили дальнейший переход на счета Искроу и банковское сопровождение проектов. Эта мера позволит решить проблему обманутых дольщиков. Все проекты, по которым сегодня идет строительство, должны быть четко определены в три группы. Первая группа – это те, кто с 1 июля будут достраивать свои дома и свои проекты уже по новым правилам и должны идти в банки за проектным финансированием. Вторая группа – это те, кто попадет под действия постановления правительства. И третья группа, которая наиболее нас должна волновать всех – это кто не попадет ни под проектное финансирование, ни под действия постановления правительства. Вот с этими проектами мы просто должны перебрать руками. Для увеличения темпов индивидуальной застройки в правительстве страны рассматривают механизмы льготного кредитования. Эта тема актуальна и для Чувашии. Глава региона отметил, что меры поддержки позволят активнее осваивать земельные участки, которые выдают многодетным семьям. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня Государственный антинаркотический комитет под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в режиме видеоконференц-связи провел заседание. В нем принял участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Основная тема обсуждения – ограничение пронаркотического контента в медийном пространстве. Очевидный факт – современные программно-технические средства позволяют свободно распространять любую информацию, включая незаконный оборот наркотиков. Только в 2018 году МВД России выявлено более 18 тысяч наркопреступлений с применением телекоммуникационных технологий. Принято 26 тысяч решений о блокировке страниц, содержащих материалы пронаркотического характера. Только в нашей Республике к уголовной ответственности привлечено 160 лиц. Прекращена деятельность 10 интернет-магазинов. В ноябре 2017 года в Чувашии сформирован реестр кибердружинников из числа студентов. Они добровольно ведут мониторинг страниц в социальных сетях, выявляют запретный контент, отметил глава Республики. Сейчас МВД России готовит законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за рекламу наркотиков в сети интернет и в СМИ. Но вместе с этим нужно наращивать усилия по созданию позитивного, замещающего контента в современных и интересных для подростков форматах, считает министр внутренних дел страны. Чувашия, как и все регионы страны, готовятся к весеннему призыву. Штаб Центрального военного округа уже определил план для Республики. Задачи обсудили сегодня на инструкторско-методических сборах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Служить в армии становится престижно. Это подтвердила и призывная кампания прошлого года. План штаба Центрального округа Республика выполнила. За проведенную работу военный комиссариат удостоили переходящего вымпела. Нынешней весной войска предстоит отправить 1400 новобранцев. Председатель призывной комиссии, глава региона Михаил Игнатьев. И рассчитываю на вас, что мы вместе с вами в нашей общей совместной деятельности полностью 100% выполним. Касаясь работы военных комиссариатов, хочу сказать, есть, конечно, сильные стороны, есть слабые стороны. Конечно, все те инструменты, которые есть в руках совместно с администрациями районных и городов, конечно, вы должны использовать сполна для того, чтобы у нас никаких пробелов, никаких сбоев не возникало. Для военкома Республики нынешний призыв 24-й по счету. Если раньше, говорит Александр Макрушин, в регионе заводили сотни уголовных дел на уклонистов, то сейчас ситуация поменялась кардинально. За последние годы увеличилось количество новобранцев с идеальным здоровьем. Это кандидаты для спецназа. Немало призывников еще до службы проходят подготовку по военно-учетным специальностям в организации АГДОСАВ. 534 человека, а это 20%, у нас ушли в армию с высшим образованием. Это очень знаковая для нас цифра. Помимо этого, 343 человека, это практически 13%, это люди, которые обучились в ДОСАВ. Большая задача стоит перед нами, это комплектование учебных групп, подготовка специалистов. Как правило, ребята с высшим образованием, они очень востребованы и на достойных должностях несут службу. Большая работа ведется и с учениками школ. Республика – один из немногих регионов, где вот уже 50 лет проходят игры «Зорница» и «Орленок». В ближайшие годы, отметил Михаил Игнатьев, в Кадетском сквере создадут парк «Патриот». В его наглядном пополнении обещают помочь Минобороны страны. Мы сейчас с Министерством обороны Российской Федерации будем отрабатывать, с Департаментом воздушно-космических сил помещали дать бывшие в утопрелении истребители, там, макеты. Весенний призыв стартует 1 апреля. Большинство молодых людей в военкомат региона отправит войска Национальной гвардии, ВДВ и ВМФ. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 27 марта в России отмечают День войск Национальной гвардии. Накануне праздника гвардейцев поздравил глава республики Михаил Игнатьев. Войска Национальной гвардии. Уже три года так именуют внутренние войска, которые под разными названиями существуют в нашей стране с 1811 года. Тогда Александр I создал батальон и внутренние стражи, одну из важнейших частей охранной системы государства. Войска Национальной гвардии входят в структуру Росгвардии, которую создали на основании указа президента страны Владимира Путина в 2016 году. У Росгвардии славное прошлое и богатые исторические традиции. Территория нашей державы велика. Поддерживать порядок в стране всегда было весьма непросто. На сегодня, если взять, тоже международная обстановка непростая, но доверие жителей Чувашской республики зависит от стабильной общественно-политической ситуации, в том числе и вы обеспечиваете эту безопасность. За это вам низкий поклон. При создании Росгвардии в нее вошли внутренние войска МВД, специальные отряды быстрого реагирования СОБР, отряды особого назначения ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования. Они обеспечивают государственную и общественную безопасность за счету прав и свобод человека и гражданина. Более 50 экипажей групп задержания круглосуточно несут службу на улицах городов Чувашской республики. Сотрудники ОМОН СОБР выполняют задачи по обеспечению проведения массовых оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, а также в служебных командировках на Северном Кавказе. В профессиональный праздник отличившиеся сотрудники получили награды за добросовестное несение службы. В Чувашии проходит традиционная акция «Белая ромашка». Она посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Какие диагностические методы и способы лечения на вооружении врачей республики в нашем материале? Не бойся, давай сюда. Так детям проводят диагностику туберкулеза, ставят пробу МАНТУ или диаскин-тест. Механизм одинаков. Под кожу вводят специальный белок, который помогает определить наличие инфекции через 72 часа. Пробу МАНТУ применяют до 7 лет после диаскин-тест. Благодаря этому методу мы выявляем не только туберкулез у детей и подростков на ранних стадиях своего развития, но и формируем группу риска. Когда туберкулез еще не проявился, но палочка в организме размножается, и с этими детьми проводится дополнительное обследование и более пристальная работа. Взрослым делают флюорографию, проводят бактериологические исследования. С недавних пор в противотуберкулезном диспансере делают ПЦР-анализ. Он позволяет обнаружить наличие генетического материала инфекции. Сама реакция ПЦР происходит вот в этом аппарате, вот в этом блоке, где под влиянием высоких температур и специальных ферментов, как на ксероксе, вот в этом аппарате происходит увеличение до видимых пределов. И этот же аппарат читает то, что получилось в этой пробирке в виде вот таких кривых. Сдать необходимые анализы, получить консультации специалистов можно в дни открытых дверей. По республике ездит передвижной флюорограф, организованы горячие линии и телефон доверия. Комплексная работа дает результаты. Если сравнивать показатели с 2017, заболеваемость уменьшилась на 8%, распространенность почти на 13%, смертность снизилась почти на 5%. Если брать эти показатели за последний пятилетний период, вот эти же показатели уменьшились в два раза. У нас больных туберкулезом становится меньше, и это отрадно сознавать. Следующий день открытых дверей состоится в эту субботу. Татьяна Леонтьева, Малевина Петрова, Борис Андреев, Республика. Отжимания, подтягивания и другие упражнения. Сотрудники Минздрава Чуваша и главные врачи медицинских организаций Республики сдали нормы ГТО. Готовы ли к труду и обороне? Врачи в сюжете. Медики сдавали нормы ГТО по пяти дисциплинам. Вроде бы и не спорт высших достижений, но все же без подготовки здесь не обойтись. Падайте грудь. Два, три, два, один. Галина Петрова почти все нормативы выполнила на отлично. Признается, что в их больнице спортом занимаются почти все сотрудники. Поэтому и результаты налицо. Наш коллектив постоянно на каждой неделе занимается каким-нибудь видом спорта. Начиная с волейбола. Мы весной начинаем волейбол и заканчиваем теннисом. Это у нас зимние виды спорта. Каждый работник нашего коллектива, он заинтересован в сохранении своего здоровья. Без хорошей физической подготовки докторам и медсестрам было бы сложнее работать в профессии. Круглосуточное дежурство, непростые жизненные ситуации, когда надо принимать быстрые решения, требуют особой закалки. Сегодня мне отрадно видеть здесь своих коллег. Это, во-первых, министерство здравоохранения, сотрудники и руководители учреждения здравоохранения, которые сегодня пришли сдавать норматив ГТО. Тем самым мы говорим о том, что медицинские работники сами показывают пример, как надо быть здоровым. И сегодня здорово, что на территории Чувашьей Республики быть здоровым становится нормой жизни. И все больше и больше население Чувашьей Республики вовлекается в занятия физкультурой и спортом. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика. 5 апреля в Театре оперы и балета стартует международный балетный фестиваль. Уже 23 по счету. Что ждет ценителей классики, на этот раз расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль балетом «Аттила. Возрождение легенды». Премьеру прошлого года очень хорошо приняли зрители. Он у нас растет, развивается, претерпевает некоторые, возможно, качественные изменения. Я надеюсь, думаю, что его посмотреть можно не один и не два раза, а несколько, поскольку спектакль в своем сюжете и истории очень многослойный. И каждый раз вызывает совершенно другие эмоции. Сцена театра традиционно примет и гостей. Каждый год организаторы стараются порадовать поклонников высокого искусства. В этом году Пермский театр Евгения Панфилова представит зрителям постановку балет «Сюита Толстой». Кстати, этот балет – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это хореографические миниатюры, которые сделаны по произведениям Льва Толстого. Что интересно? Интересно то, что за один вечер мы увидим целый срез современной хореографии. Творческая мастерская Валерия Васильева привезет из столицы балет «Опасные связи». Марийский театр имени Эрика Сапаева расскажет о трагической судьбе цыганки Эсмеральды. Продолжится фестиваль концертной программы «Петипа-гала». Она посвящена юбилею величайшего балетмейстера Мариуса Петипа. Это постановка – премьера прошлого балетного фестиваля. Наш театр показывает пять спектаклей, пять вечеров. И замечательно то, что все эти пять дней будет выступать наш симфонический оркестр. Фестиваль распахнет двери и для маленьких зрителей. Их ждут балеты «Золушка» и «Конек-горбунок». А завершится фестиваль традиционно гала-концертом. В программе вечера шедевры мировой хореографии. И, конечно, звезды ведущих балетных театров. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В год 550-летия столицы Чувашии в отделе ЗАГС администрации Московского района Чебоксар зарегистрировали 550-го ребенка, который появился на свет в этом году. Валерия стала 550-м ребенком. Зарегистрированный об отделе ЗАГС администрации города Чебоксары. Имя дочки выбрал отец. Оно не такое популярное, оригинальное и не очень вычурное. В том, что ребенок стал 550-м новорожденным в районе, Максим ничего мистического не видит. Но считает, что когда дочка вырастет, ей приятно будет узнать о таком совпадении. Будет приятно потом сказать, когда вырастет она, что она в такой год, в этот год, вот именно 550 лет, когда исполнилось Чебоксаром, мы ее зарегистрировали. Вручать в торжественной обстановке свидетельство о рождении для отдела ЗАГС администрации Московского района столицы – не редкость. Обычно это бывают дети сотые по счету. Но Валерия – особенное. И такое свидетельство единственное. Папа тут говорит, что не верит он ничему такому магии цифр и так далее. Но, мне кажется, со временем девочка подрастет. И все-таки, мне кажется, она будет гордиться тем, что все-таки она стала юбилейной девочкой, юбилейным ребенком в юбилейный год. Что же касается магии цифр, то, по мнению астрологов, число 550 предупреждает о переменах в жизни. Они обязательно будут. Обязательно добрые. И в жизни столицы, и в жизни девочки по имени Валерия. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее полезная информация. Я прощаюсь. До завтра. Компания «Вятские меха» снова в Чебоксарах. На этот раз мы приехали с финальной распродажей. Настало время выгодных покупок. Мы дарим скидку 30% на весь ассортимент. Посетив выставку, вы будете приятно удивлены нашими ценами. И вам, несомненно, захочется приобрести желаемую шубку. Особое внимание стоит уделить распродаже коллекции 2017-2018 годов, где стоимость норковых шуб не превысит 20 тысяч рублей, а цена на мутон, нутрию, пушнину и дубленки не превысит 7 тысяч. На выставке представлены изделия только отечественных производителей с гарантией качества. Любое изделие можно приобрести в рассрочку до 3 лет без первого взноса и переплаты. Ждем вас с 25 по 31 марта во Дворце культуры Салют по адресу улица Энтузиастов, 36-9, с 10 до 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова